В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из Ателя Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Вот главные региональные новости к этому часу. Оживить отрасль федеральный центр намерен финансово поддержать судоходство Башкортостана. Снижение ставок. Крупнейшие игроки рынка снижают ставки по ипотечным кредитам. И более 5000 участников в Уфе продолжается регистрация на международный уфимский марафон. Федеральный центр намерен финансово поддержать развитие судоходства в Башкортостане. Об этом в Уфе заявил замминистра транспорта России. В первую очередь это должно способствовать увеличению грузоперевозок по воде. Точную сумму вложения в региональное речное сообщение пока не называют. Это в Минтрансе отмечают. Отрасль находится в удовлетворительном состоянии. И сейчас необходимо сосредоточиться на развитии портов, соединив их с крупными предприятиями Башкортостана и соседних регионов. Также таким образом власти планируют снизить нагрузку на автомобильные дороги. Чтобы перевести дополнительно 250 тысяч тонн на воду и снизить нагрузку на дороги, и это позволяет несколько тысяч тяжелых автомобилей убрать с дороги, нужно немного денег. 80 миллионов рублей, например. Если есть такой эффект, то это подтверждение тому, что мы говорим правильно Минфину, объясняем, не то, что денег нет навсегда, а покажите, что они тонким слоем не размажутся. То есть должно быть адресное использование, где они целевое. Отмечу, что 80% перевозок по рекам Башкортостана занимает доставка ПГС. Весомую долю занимает перевозка негабаритных грузов для нужд промышленности. Согласно данным РБКОФА, в 2014 году водными путями в республике перевезли чуть более миллиона тонн грузов, в 2015-м 680 тысяч тонн, а в 2016-м, по оценке аналитиков, перевозки не превысит прошлогодних показателей. В целом же сегодня сегмент доставки грузов по воде занимает не более 2%, автомобильными более 65%. Вслед за снижением ключевой ставки Банка России на 0,5% пунктов, крупнейшие игроки банковского сектора уменьшают ставки по ипотечным кредитам. Об этом говорится в анализе развития конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования в июне 2016 года. Так, основные игроки на рынке ипотечных кредитов Сбербанк и ВТБ-24 уже снизили ставки по большинству программ в среднем на 0,5%. Эксперты прогнозируют и дальнейшее снижение ипотечных ставок. Кроме того, рынок ипотечного кредитования расширится, поскольку все больше банков будут их давать ипотечные кредиты, разрабатывать собственные программы для привлечения клиентов. В дальнейшем прогнозируется рост доли кредитов без господдержки. Уже сейчас разрыв между ставками по кредитам с господдержкой и без нее сократился до 1,5%. Диапазон процентных ставок по ипотечным кредитам с господдержкой от 10,5% до 12,5%, а без господдержки от 11% до 15%. На вторичном рынке разрыв между ставками разных банков шире от 12% до 16% в зависимости от величины первого взноса. В Башкортостане отмечено снижение спроса на кредитные карты. Во втором квартале текущего года банки выдали на 4,8% меньше карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 22 156. По данным Национального бюро кредитных историй, аналогичное снижение отмечено у ближайших от нашего региона соседей – в Татарстане на 3,5%, в Оренбургской области – на 12%. Существенное падение выдачи кредитных карт в Свердловской области – на 26%. И это на фоне общероссийского показателя, который напротив вырос на 11,3%. Существенное влияние на общую статистику оказали такие республики, как Дагестан, Ингушетия и Забайкальский край, где выдача кредитных карт увеличилась от 23% до 2 раз. Эксперты связывают это с тем, что в этих регионах большая доля населения работает в госсекторе, который стабильно проводит транзакции из бюджета, поэтому граждане прибегают к услугам банков в решении текущих финансовых вопросов. Что касается Башкортостана и его ближайших соседей, здесь население больше сберегает, нежели тратит. В Башкирии сейчас общая сальда, то есть это те деньги, которые привлечены на депозит и выданные кредиты, оно у нас положительное. Несмотря на то, что во всей России оно отрицательно, то есть люди берут кредитов больше, нежели сберегают деньги. Поэтому в кризисной ситуации многие уже не стремятся делать какие-то необдуманные покупки. Они более взвешенно подходят к своим тратам и, конечно, начинают отказываться от каких-то дополнительных кредитных инструментов. Информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Курс американской валюты по отношению к российской оценится в 64,62, европейская – 71,25. Лучшие обмены курса на сегодня – покупка и продажа доллара в банке «Тульский расчетный центр» за 61 рубль ровно и 64,90 рубля. Соответственно, наиболее выгодные предложения по покупке евро в Акибанке за 71 рубль, а по продаже в Россельхозбанке за 71,39. Более 5000 участников ожидается на Уфимском международном марафоне. Ставший уже традиционным, маршрут пройдет по центральным улицам города Уфы. Сейчас активно проходит регистрация участников. В этом году дистанции 4, 3, 10, 21 и 42 километра. Для бегунов организаторы обещают все необходимое – футболки, питье на этапах забега, электронную фиксацию результатов и настоящий праздник спорта с ценными призами. Высокий уровень проведения события достигли за счет активного участия в нем бизнеса и поддержки начинания со стороны городских властей. Участие в организации уже принимают 10 компаний. Главный партнер – группа компаний «Гранель». Международный марафон пройдет в Уфе 11 сентября. Стоимость участия – от 500 до 1450 рублей. Второй международный марафон будет, безусловно, масштабнее предыдущего. Уверен, что если нас будут поддерживать спортсмены и просто любители такого формата спортивных мероприятий, то можно сказать с уверенностью, что через несколько лет это будут крупные масштабные мероприятия на межрегионального уровня. Поэтому приглашаю всех принять участие. К этому часу вся информация. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова